Ультимативный флагман в исполнении Vivo выглядит вот так. Здесь лучший в мире по версии DisplayMate экран с поддержкой 120 Гц, 120-ваттная зарядка, технология расширения памяти, мощный процессор и всё-всё-всё. В России этот аппарат официально не продаётся, но мимо такой модели мы не могли пройти. Сейчас всё расскажу про iQ8 Pro. С вами я, Гептиком. Поехали! iQ пишется с двумя О. И это, если вы не знали, бренд компании Vivo, которая сама по себе входит в холдинг BBK. Ему же принадлежат Oppo, OnePlus и Realme. В общем, половина всех китайцев, которых мы так любим. Под этим брендом выходит всё самое топовое и премиальное, а вот этот, соответственно, топ по версии 2021 года. У нас тут версия Legendary Edition. Она в целом белая, но с BMW-сами полосками синий, чёрный и красный. Задняя поверхность тут ни разу не глянцевая, а внезапно шероховатая. Не всем такое понравится, наверное, но, по-моему, это очень удобно и практично. Особенно потому, что боковые грани довольно узкие, за них крепко держать телефон не получится. Вообще, мне казалось, что вот эти загнутые края уже вышли из моды, но нет. И производители всё ещё пытаются продать эффектно выглядящие, но неудобные. Ну, как с глянцевыми экранами ноутбуков, которые хорошо смотрятся только на полке магазина. В общем, в этой части экран явно подпортили. А вот сам по себе он действительно отличный. Диагональ 6,8 дюйма, матрица LTPO AMOLED с честной поддержкой 120 Гц. На видео мы это показать, конечно, не можем, просто поверьте, что ощущения совсем другие. И это из тех вещей, которые сначала кажутся неважными, но с которых потом слезть очень сложно. По всем остальным показателям экран тоже отличный. Цветовой охват с профилем профессиональный совпадает с sRGB, а углы обзора очень большие. Максимальная яркость — 950 кандел на метр квадратный, это очень-очень много. А минимальный — меньше двух кандел на метр квадратный, так что в темноте телефоном пользоваться комфортно. На столе телефон лежит не очень ровно из-за выпирающей камеры. Обычно это исправляется чехлом, и тут он в комплекте есть. И такой же шершавый, как корпус телефона. Но и в нём телефон всё равно покачивается на поверхности. А вместо трёх цветных полос на нём только крохотный логотип BMW M Motorsport. Его почти не видно, и никто не узнает, что вы не любите поворотники. А ещё в чехле кнопки нажимаются туго и без чёткого щелчка. Короче говоря, в чехле по всем фронтам хуже. Задняя панель у смартфона, к тому же, не стеклянная, и зачем её так защищать — непонятно. У смартфона один громкий динамик, он на нижнем торце. Рядом разъём USB Type-C и лоток для двух наносимок. Карточку microSD тут вставлять некуда, а в настройках смартфона ничего не нашлось, например, про eSIM. И это странно, потому что когда-нибудь ведь мы и будем путешествовать, да и к домашним операторам многие уже стали подключаться через eSIM. Сканер отпечатков пальцев в iQ8 Pro встроен в экран, но здесь он раза в два или даже три больше, чем обычно, и так в самом деле удобнее. А вот с мокрыми руками он работает так же плохо, как и все другие смартфоны. Кстати, во время настройки телефон предупреждает, что на экране уже есть защитная плёнка, и никакие другие на неё клеить нельзя, иначе сканер перестанет работать. Зато есть разблокировка по лицу, и довольно странная, надо сказать, потому что она срабатывает даже от половины лица — хоть верхний, хоть левый, хоть правый. Вообще это довольно удобно, потому что маска не мешает разблокировке. Но много ли в таком случае тут осталось от безопасности — вот это большой вопрос. Процессором тут значится Snapdragon 888, нынешний флагман Qualcomm'а. В Antutu этот аппарат выдаёт 832 тысячи баллов, а свежий iPhone 13 — меньше 793 тысячи. А вот в Geekbench'е всё ровно наоборот — iQ8 Pro выдаёт меньше примерно на треть. Короче говоря, чудесный мир синтетических тестов. В жизни смартфон вообще не тормозит — всё запускает моментально и отзывчив, как пионер. В стресс-тестах смартфон нагревается не экстремально, даже слабее, чем тот же iPhone 13. Но есть троттлинг — до 80% от максимальной производительности. Оперативной памяти в этой версии 12 гигабайт, а к ним прибавляется ещё 4 гигабайта флэша в так называемом режиме расширения ОЗУ. Самого флэша здесь полтерабайта. Аппарат мы купили в Китае, и изначально в нём не было приложения Google. Но все они, включая PlayMarkets, устанавливаются в два счёта. В качестве оболочки в iQui используется Origin OS на основе Android 11. Оболочка сильно отличается от обычного Android, и это больше похоже на смесь Android и iOS. Но на главном экране есть штука под названием «Cube настроение» или «Mood Cube» в оригинале, и он нужен для настройки интерфейса. Через него можно переключить оболочку на обычную Android. У камеры iQui 8 Pro всего три модуля. Главный на 50 Мп — это Sony IMX 766V. Само собой используются объединения пикселей, так что в основном режиме получаются фотографии на 12,5 Мп. По детализации всё отлично, но, как и все китайцы, iQui 8 Pro всё высветляет, лишает снимки контраста, а насыщенность цветов выкручивает выше разумного. В ширике стоит сенсор Sony IMX 598 на 48 Мп и тоже с объединением до 12 Мп, и тоже с автофокусом. TeleVic обеспечивает 2,5-кратный зум с очень хорошей детализацией, а максимальный зум — 20-кратный, но уже цифровой и не такой же хороший. Ночной режим с 7-секундной съёмкой в аппарате есть, работает во всех трёх режимах. Отдельная радость — макросъёмка. Смартфон для неё используют ширик, и фотографии получаются очень впечатляющими — чёткими, детализированными и с симпатичным боке. У фронталки матрица на 16 Мп. Снимки хорошие, чёткие, режим портрета есть, но боке на границах рисуются не всегда правильно. Глазок камеры врезан в экран посередине, он виден, а те, кого это раздражает, могут залить верхнюю часть экрана чёрным. Одна из главных фишек iQ8 Pro — это зарядка. В комплекте дают адаптер на 120 Вт, и с ним зарядка с нуля до 100% занимает и меньше 20 минут. Ещё поддерживается беспроводная зарядка на мощности 50 Вт и обратная 10-ваттная беспроводная зарядка. Разряжается смартфон, ну, примерно как все. Аккумулятор здесь на 4500 мАч, и в играх его хватает на 7 часов. А табличка с другими цифрами и сравнением с другими смартфонами есть в текстовом обзоре. В обычной жизни батарейки хватает до вечера. Что в итоге? Очень мощный флагман на Snapdragon 888 с шикарным 120-герцевым экраном, кучей памяти и очень хорошей камерой. Минус поставлю за отсутствие слота для карт памяти, выпирающую камеру и загнутые края экрана. Хватит уже гнаться за этой дурацкой модой. Что по ценам? Вот эта красота — это старшая конфигурация с 12 гигабайтами оперативки и половиной терабайта флэша стоит на Алиэкспрессе примерно 82 тысячи рублей. Расскажите в комментариях, что думаете о бренде iQoo и вот таких вот флагманах. А с вами был iQooT.com. Пока!